Сейчас давайте о Шнуре с вами поговорим. Организатор концерта Сергей Шнурлов в Новосибирске поплатился за мат артиста со сцены. Компанию Мегаполис, которая организовывала гастроли, теперь заплатит штраф в 40 тысяч рублей. А вот и реакция Шнура. Сегодня, в День десантника, что, конечно, символично, так как десантники не матерятся, некие самозванные православные активисты отжали в суде денежку у организаторов концерта Ленинграда. Я безответственно, но со всей серьезностью заявляю, что даже если за исполнение моих песен будут забирать всю выручку от концертов, петь я не перестану, потому как душа поет. Инициатором судебного разбирательства выступил известный в Новосибирске православный активист Юрий Задоя. Еще до выступления группы Ленинград он публично просил не исполнять со сцены матерной песни и исключить из плейлиста композицию «В Питере пить». Сергей Шнуров не прислушался, а вот представительство Министерства культуры России по Сибирскому федеральному округу на письмо Задоя откликнулось. Именно чиновники довели дело до суда. Но на самом деле Шнуров ведь не впервые это делает. Вообще представьте себе концерт, на котором он не выражается и крепкие словечки никакие не используют. Но на самом деле правоохранители не каждый раз обращают на это внимание. Давайте вспомним последний случай. Помните, в апреле этого года тогда штрафовали самого Сергея на 500 рублей. Прямо на концерте в Белгороде все это произошло. Вместе с ним под раздачу попали и две солистки. Статья была «Мелкое хулиганство». Это самое мягкое наказание. Могли ведь, пожалуйста, и 15 суток провести под арестом. Куда более суровое наказание штраф в 50 тысяч рублей угрожало артисту в 2015 году. Тогда он оторвался на репетиции конкурса «Новая волна». Сам концерт должен был пройти в прямом эфире. И переживания организаторов можно было понять. Но, представляете, тогда обошлось без провокаций. Но почему бы и нет? Почему бы и не удивить? А вот против организатора концерта группы «Ленинград» в Пензе в 2014-м все-таки завели административное дело. Штраф в 4 тысячи рублей он должен был заплатить за нецензурную брань, которую Шнур сыпал просто со сцены. Ну и плюс скандальный солист не стеснялся курить, при этом даже не отходил от микрофона. Жителю Пензе можно посочувствовать, но, с другой стороны, разве он не знал, кого привез в свой родной город? Ведь, как говорит сам Шнур, из песни слов не выкинешь. Но возвращаемся сейчас к последней истории, к Новосибирску и к штрафу в 40 тысяч рублей. Мы с вами поговорим с инициатором разбирательства, православным активистом Юрием Задоя. Он уже с нами. Юрий Алексеевич, приветствую вас. Давайте связь проверим, слышите ли вы меня. Так, ушел Юрий Алексеевич из кадра, но это не беда, мы сейчас его вернем. Обязательно это сделаем. Юрий Алексеевич, давайте проверять связь. Как слышите меня? Пойдите ближе. Алло. Слышите меня, Юрий Алексеевич? Я вас по телефону слышу, да. Да, замечательно. А мы вас еще видим, поэтому вы, пожалуйста, не двигайтесь в ближайшие 5 минут. Юрий Алексеевич, нравится вам песня группы «Ленинград»? Нет, не нравится. А почему? Что же там такого? Насколько я знаю, вы на композицию в Питере «Пить» жаловались еще до того, как Шнур приехал в Новосибирск. Законом запрещена нецензурная брань. Поэтому нужно уважать закон и соблюдать. Почему, если бомжа на привокзальной площади за нецензурную брань штрафуют, почему человек, который на огромных площадках нецензурно выражается, в течение двух часов не привлекается к ответственности? Это неправильно. Закон один для всех. Да, безусловно. Но вот сейчас мы вспоминали со зрителями. Да, да, да. Его ведь не штрафовали не в первый раз. И организаторов концерта, и самого Шнура. Но вы знаете, он ведь не откажется от этого. Почему не откажется? Если закон будет применяться неотратимо, если Шнур отсидит несколько раз за мелко хулиганство 15 суток, то я думаю, у него желание пропадет. Ну зачем же отсидит? Можно ведь и штраф 500 рублей. Я думаю, что для него эта проблема никакой не представляет. Я думаю, при его заработках в миллионах рублей на растление, на разложение общественной нравственности его не испугает 500 рублей, о чем он, собственно, сам и заявляет. А вот мы видим, что вот этот такой намеренный характер, деструктивный, разрушительный, что он публично совершаемый на протяжении длительного времени, не находит никакой ответственности. Это неправильно. И хорошо, что сегодня Новосибирский суд привлек организатора к штрафу 40 тысяч рублей. Это по нашему заявлению отреагировало Министерство культуры. К сожалению, пока мы не получили ответ от прокуратуры. И пока остается безнаказанный сам Шнур, исполнитель. И вызывает удивление, что с одной стороны мы видим позицию руководства страны по сбережению русского языка, по сбережению нашей культуры. Мы видим, что в Москве создана общество защиты русской словесности. И в то же время такую разрушительную деятельность группы Ленинград. Я не могу это совместить в голове. Более того, он уже добрался до детей. В парке Коломенска 30 июля, как сообщили СМИ, в том числе Комсомольская, правда, и другие, в присутствии 5-7-летних детей он изрыгал, другого слова не могу сказать, изрыгал нецензурную брань. Ну это уже до чего? Опустились. Ну если у человека нет стыда и совести, значит должен действовать закон. Вот об этой истории первый раз слышу. Юрий Алексеевич, вот что еще хотела уточнить. А как же быть с фанатами? Ведь люди, которые слушают такую музыку, они именно за нецензурную брань, в том числе Шнурова и любят. А при чем здесь дети, которых... Нет, нет, дети не при чем. Дети, конечно, не при чем. Я с вами согласна. Я имею в виду, а что делать с фанатами, со взрослыми людьми, которые вот в Новосибирске на концерт пришли? Любят те, кто любят нецензурную брань и прочие мерзости. Вот много чего есть в человеческом, психологическом подпуле. Но это не значит, что это все должно выливаться на концертные площадки. Ну что ж, дема... Много есть чего в интернете, но это не значит, что это демонстрироваться должно публично. Есть закон, и он одинаков для всех. И для бомжа, и для Шнура. Закон одинаков для всех. Потериться нельзя публично. Спасибо вам большое. Благодарю. Вместе с вами ждем ответа от прокуратуры. Обязательно будем за этой новостью следить. С нами был православный активист Юрий Задоя.